64-й текст описывает, как он ходит, чем он занимается, этот человек. Если его чувства не беспокоят, зачем же тогда он ходит? Мы-то ходим, потому что чувства беспокоят, а он-то зачем ходит? Ответ в этом тексте. Тот, кто, следуя предписаниям шастр, освободился от привязанности и неприязни, и держит свои чувства в узде, может в полной мере обрести милость Господа. И смотрите, в тексте в санскрит «рагадвеша вимуктах» от привязанности и неприязни освобожденный ту, но вишаян на объекты чувственного удовольствия индриях чувствами чаран воздействующий. То есть этот человек полный, у него нет никаких привязанностей, обычно люди действуют, потому что у них есть привязанность и ненависть. У этого человека нет привязанности, ненависти, но тем не менее, он берет чувства и соприкасается с объектами. Зачем он это делает? Или как он это делает? И здесь дальше написано. Он действует витхеатма, человек, который освобождается, следуя предписаниям шастр. То есть он действует, он соприкасает свои чувства с объектами чувств, только строго по шастрам. То есть у него нет никаких своих поводов действовать, нет поводов действовать. Но он действует, подчиняясь приказам Кришны. То есть священным писанием или непосредственно, как у Арджуны, непосредственным приказам Кришны. Вот такой необычный человек, то есть он делает только то, что нравится Кришне. И Шила Прабхупада пишет, если Кришна пожелает, преданный может сделать все, что угодно, даже то, чего сам не захотел бы делать. Вот говорят, вот человек сидит во Вриндаване, вот он мантру у него повторяется, все ему хорошо, супер, вот он наслаждается служением Кришне. Приходит Гурудев, я знаю такого преданного, он прожил во Вриндаване много-много лет, и Гурудев постоянно приезжал и говорит, что ты тут сидишь, ну-ка быстро отсюда. Гурудев, нет, нет, я не могу здесь, ну как бы вот, я не готов там. И каждый раз Гурудев приезжает и говорит, хватит сидеть здесь. И через 11 лет, в конце концов, его пробило, и он сделал так, что хочет Гуру. То есть он подчинился. И получается, что ему самому, может быть, и не хочется ехать. В Россию там, или куда-то еще, где он живет. Но Гуру говорит, я хочу, чтобы ты это сделал. И вот этот человек, который находится, те, кто не в самадхе, они начинают, ну не знаю, подождите, ну как бы вот, ну я не готов, я там то-сё, у меня какие-то, ну, я не, вот так вот, я не могу, вот знаете, вот раз и сделал. У меня вот сомнения есть, мне надо как бы вот с ними, помогите мне справиться. Ну, нельзя же так вот, давайте я вот, ну как бы, не до конца это сделаю. И там приходится как-то все это учитывать. Ну, человек в самадхе, ему говорят, делать. И он вообще, вообще не думая, он просто думает о том, как это лучше сделать. Шелепрабхаде сказали, надо проповедовать. И ему было 22 года. 22 года, ничего не путаю. Первый раз, когда он с Гурудевом встретился. Он еще не поднялся, знаете, он пришел, поклонился. Первый раз видит эту высадку, поклонился, он еще не встал с поклона, а ему уже дали вот наставление. Уже духовный учитель, обладающий вот этим проницательностью, мистической, да, он уже оценил квалификацию человека. И он говорит, тебе надо вот этим заниматься. Он еще не встал, они еще не познакомились, не поздоровались, а ему дали уже наставление. И это наставление он всю свою жизнь этому посвятил. Отсутствует жизнь, готовился к этому. Поехал из Вриндавана, столько трудностей. Потом уже из Кон, когда появилось, еще больше трудностей. От своих же учеников трудностей. Но человек не думает о том, приятно чувствуем или неприятно, он думает только о том, приятно Кришне или неприятно. Поэтому он тот идеальный слуга. То, что Кришне надо, он делает. Никаких своих уже учитываний природы, неприроды отсутствует. Это в Самадхи. У нас пока, может, так не получается, но это идеал, которому, в конце концов, приведет практика. Он не будет делать того, что обычно доставляет ему удовольствие, если это не угодно Кришне. И он будет делать все, что угодно, даже то, что сам не захотел бы делать, если это нравится Кришне. Иначе говоря, действие преданного не зависит от внешних причин, ибо он действует только по указанию Кришны. Такое сознание есть следствие беспричинной милости Господа. И преданный может обрести его, даже если у него еще сохраняются привязанности к деятельности на уровне чувств. Вот надежда души его праупада дает, что, конечно, это все сложно, но если будет милость Вайшнауф, заразят вкусом духовной практики, то тогда это будет возможно.